Приветствую вас! Если говорить о том, как вам поступить, то сделать нужно следующее. Во-первых, понять, что если мужчина резко, неожиданно от вас отдалился и, как вы говорите, я, значит, резко начал избегать и грубить при ваших попытках поговорить, это означает, что человек, скорее всего, испугался, ну, близости с вами. Причем близость здесь, это, я надеюсь, вы понимаете, ни в коем случае не близость физическая. Это близость во всех отношениях, во всех смыслах, близость духовная. То есть мужчина, 45 лет, испытывающий, вероятно, потребность в том, изначально, чтобы развлечься с вами, внезапно ощущает, что вы ему нравитесь куда больше, чем он предполагал, и начинает с его стороны ужасная рефлексия. В результате этой рефлексии мужчина внушает себе, что вы ему не нужны, и начинает отдаляться от вас, дабы не чувствовать себя от вас чрезмерно зависимым. Ибо ему не нравится то, что он может стать зависимым, ему не нравится то, что он может вновь быть зависимым от женщин. То есть вот это вот, можно хорошо понимать, что если у вас не было никакого конфликта, если у вас не было никакого, там, я не знаю, разногласия, если вы не ссорились, не ругались, не выясняли какие-то отношения и так далее, если у вас изначально все было хорошо, то речь идет именно о этом данном контексте. С другой стороны, есть и еще один вариант, при котором за три месяца у мужчины могла просто пройти страсть к вам. Хотя, конечно, этот вариант и менее реальный, хотя бы потому, что страсть не прошла бы постепенно. А если она прошла именно постепенно, ну, значит, все-таки были на это у мужчины причины, по моему мнению. Далее, что вам нужно делать дальше? Оставьте мужчину в покое. То есть, грубо говоря, не пишите ему, не звоните, не мучайте его, ну, это я условно говорю, не мучайте его. В каком контексте? Не мучайте его, я говорю в том контексте, что не отращайте его еще больше от себя. Ну, может быть, мужчина находится сейчас на определенном переходном этапе, когда он определяется с тем, что делать, например, с вашими отношениями и с вами, кстати говоря, в частности. Может быть, мужчина сейчас думает, а стоит ли ему вступать с вами в отношениях или нет? Стоит ли ему сейчас встроить с вами что-то серьезное или нет? То есть, момент здесь, по моему мнению, именно такой, что он реально находится на нашем пути, особенно если у него есть дети, особенно если у него есть, ну, вот, что-то от первой женщины, от предыдущей женщины. Там же может быть, кстати, и некий негативный момент, то есть, это может быть негативный опыт, и мужчина может не хотеть просто опять в очередной раз, например, сближаться с женщиной, просто потому что имеет этот самый негативный опыт, понимаете? То есть, ситуация здесь хочет быть достаточно разной. И эту ситуацию, ее нужно учитывать. Значит, мужчин пока лучше оставить в покое, я надеюсь, мы с вами это поняли, надеюсь, мы с вами это осознаем, что мужчину надо пока оставить в покое. Хорошо. Теперь, предположим, что мужчину в покое вы все же оставили, мужчину вы больше не трогаете, к мужчине вы больше не пристаете, все у вас, ну, вот именно, именно с этим все у вас в порядке. Дальше, значит, что делать дальше? Дальше вы пишите такую вещь, что я очень многим с ним с чем делился, я очень многим с ним я много ему рассказывал, очень много всего, и, значит, я, получается, в нем мастер. То есть, что вы говорите? Вы говорите, что я расширил свое сознание, исходя из своей потребности в мужчине, и без него я теперь по сути дела не могу. И вот это является очень плохим качеством, что вы вступили в зависимость от мужчины, вы вступили в зависимости от него, и без него теперь не можете. и кто знает, может быть, именно этот момент, момент, что он вам нужен, потому что вы с ним делились, и вы не можете теперь без этого, и определяет то, что вы задали нам этот вопрос. Может быть, именно этот момент, что вы без него не можете, и подсказывает вам по сути дела, ну, как бы подсказывает вам, что нужно как-то поступать. в действительности поступать здесь, поступить здесь как-то, ну, знаете, как-то правильно, поступить как-то правильно, да, я думаю, что нельзя. Ну, вот, потому что определенно мужчина сейчас не настроен на то, что будет удовлетворять ваше желание. Вполне вероятно, что он считает, что достаточно удовлетворял ваше желание, и теперь ему нужно, например, подумать о себе, что он, собственно, и делает. на данный момент. И тогда, что мы имеем в духом остатке? В духом остатке мы имеем то, что вам необходимо сделать следующие вещи. оставить мужчину в покое. Это первое и самое главное. Второе. Оставить мужчину в покое заняться с собой своими потребностями, своими желаниями, своими, ну, своими стремлениями, он так осталось. И вот это то, что вам нужно сделать, по сути, по сути, делать. Это то, что вам необходимо сделать, это то, что вам нужно. И только такое поведение будет правильным, верным, и только такое поведение будет верным в данном случае. Надеюсь, вы это для себя как бы, ну, выявите, надеюсь, это вы для себя уясните, постарайтесь сделать чем-то своим, и постарайтесь сделать своими мыслями вот это. Но действовать вам нужно именно так. В принципе, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, помогу вам. желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров